Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле начался процесс над Леонидом Штейном, бывшим начальником ТЭЦ Городейского сахарного комбината, у которого в прошлом году правоохранители изъяли целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также боеприпасов. На скамье подсудимых вместе с экс-руководителем дилеры, с помощью которых обвиняемый приобрел свою нелегальную коллекцию. По материалам уголовного дела зарегистрированным было лишь одно ружье. Остальное – винтовки с оптическим прицелом, пистолеты, ружья, карабины, ручные гранаты, кортики, ножи и сабли, а также патроны и боеприпасы к оружию хранились у подсудимого незаконно. В сентябре прошлого года в агрогородке Красное под Гомелем Леонида Штейна остановил экипаж ГАИ. В салоне авто были найдены автомат Калашникова, два пистолета Макарова и ТТ, винтовка, четыре гранаты и патроны. Обыск в гараже экс-руководителя показал, что мужчина был большим поклонником оружия. Причем его часть бывший начальник ТЭЦ хранил на рабочем месте. Прокурор подробно остановился на каждой боевой единице. Это и пулемет, и пять автоматов, стволы к нарезному оружию, десять пистолетов, взрывчатка, боеприпасы и многое другое. Дело насчитывает около 30 томов. Ответ на вопрос, зачем начальнику ТЭЦ городейского сахарного комбината понадобилось столько оружия, и предстоит выяснить в ходе судебного процесса. Сегодня состоялось первое слушание по этому делу. Сотрудники Гомельского наркоконтроля задержали группу несовершеннолетних наркодилеров. Всего шесть человек. Двум по 16, трем задержанным по 17 лет и одному из них 20. Парни работали на интернет-магазин по продаже психотропов. И, как оказалось, список их криминальных дел состоял не только и занятия наркобизнесом. Несовершеннолетние наркозбытчики, учащиеся лицеев и колледжей Гомеля, причем четверо из них, систематически употребляли наркотики. Один из подозреваемых хранил психотроп у себя дома. При обыске оперативники нашли электронные весы, респираторы, 28 свертков с альфа-ПВП, упаковку для фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители работают над установлением всей цепочки наркозбыта. К слову, задержанные ранее уже попадали с поля зрения милиции, когда только хотели наладить наркотрафик. Сейчас их взяли с поличным. За плечами молодых людей также угон автомобилей и хищение денег при помощи интернет-банкинга на смартфонах. В этом году изъято, только милиция изъята, больше 266 килограмм психотропов и наркотиков. Несмотря на то, что синтетические наркотики и психотропы, а альфа-ПВП – это психотроп, занимают лишь 7% нашего рынка, они представляют особую опасность. Почему? Велик риск передозировок. Они пользуются определенной популярностью в силу низкой стоимости, простоты употребления любыми возможными способами. Третья смерть в результате травяного пожара. В деревне Стрешин Жлобинского района погиб пенсионер. Мужчина вырубал кустарник на склоне оврага около реки Днепр и, по одной из версий, по неосторожности упал в кучу тлеющего мусора. Тело пенсионера было найдено 13 апреля. Спасатели прибыли на место происшествия, чтобы потушить травяной пожар в овраге и обнаружили труп мужчины. Напомним, в Гомельской области это уже третий случай гибели в результате сжигания мусора и травы. Первый произошел в Реческом и вот уже два зарегистрированы в Жлобинском районе. Точная причина смерти мужчины и обстоятельства произошедшего будет установлена в ходе проведения проверки Жлобинским районным отделом Следственного комитета. И это вся информация на сегодня. Оставайтесь на Беларусь 4.